всем добрый вечер друзья вечерний обзор на сегодня необычный обзор и не обзор и высказал актуальных новостей сегодня в гостях друзья писатель публицист журналист николай лилин приветствую николай здравствуйте николай живет в италии уже больше 20 лет да да николай да я жил в италии более больше так ли сейчас я живу саудовской аравии интересная миграция поэтому как бы мне пришлось 8 до 8 до 8 до 8 недели назад да вот такая иммиграция из иммиграции я бы получилось это конечно и с одной стороны ужасно с другой стороны совсем не удивляет потому что я в такой же похожей ситуации и многие 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 люди которые сохранили я бы сказал свободу мышления и позволяют себе в общем-то альтернативные точки на происходящее в реальности они как так или иначе к сожалению сейчас гонимы но такой наш удел с большим интересом николай хотелось бы расспросить вас и я уверен что нашим зрителям будет тоже интересно не каждый день дается поговорить с писателем писатель это особая душа как-то по-особому чувствующая нерв эпохи момент эпохи и это все так проходит через личное такое чувствилище вот мне хотелось бы спросить в начале как вы ощущаете в очень широком смысле да что сейчас происходит наверное не только в конфликте там российско-украинском но и в принципе на планете я когда-то очень давно интересовался и занимался йогой в юности и бывал в индии и вот как-то раз в индии я не было 16 лет я разговаривал там с одним человеком который было лет восемьдесят уже наверное он был индус и американец то есть он индус по национальности и жил соединенных шатхамерики но возвращался в индию там преподавал он занимался йогой профессионально такой мудрый интересный человек я его спросил вот я читаю книги я стараюсь познать мир и то что я вижу из из чтения из изучения истории то что мне кажется что в мире усиливается спираль жестокости войны становятся все более жестокими убийства все более массовыми разрушения все более критичными и он не сказал ну это нормально мы живем в эпоху калиюги в эпоху калиюги вот у них по индуистскому их индуистской вере по их видению мы живем в эпоху когда человечество находится в фазе саморазрушения и вы знаете я как стараюсь анализировать мир с точки зрения человеческой и конечно когда занимаюсь политикой всему можно найти какое-то рациональное объяснение но я вот часто вспоминаю этого человека то что он говорил об эпохе калиюги именно потому что мне кажется что мы находимся в таком преддверии апокалипсиса то что вот сейчас у нас было на олимпийских играх это у меня да не мог я не затронуть этот вопрос страшно страшно просто друзья итальянцы которые защищали макрона которые там были демократы они сами сейчас плюются мне вот многие написали в эти дни сюда в арабию мы с ними общаемся по телефону и они не пишут играть николай насколько ты был прав когда ты говорил что это вся волна лидерастическая она приведет именно вот к упадку к нравственному парку а я им всегда европейцам говорю будь осторожны потому что через нравственность приходит через разрушение нравственности приходит смерть всего это вот как у достоевского убил человека в себе уничтожишь весь мир и если сумел убить в себе нравственность то уже не будет пощабы ни для кого ты элемент разрушения и к сожалению мы сейчас на западе то я вам говорю с открытым сердцем с открытой душой как человек который любит запад я там прожил 20 лет это мой дом меня две дочери от двух браков с двумя итальянками то есть я не могу ненавидеть эту нацию я их люблю люблю их культуру я очень хорошо знаю их историю но я понимаю что сейчас там каждый третий если не каждый второй это элемент разрушения почему потому что уничтожили в себе нравственность несут через себя смерть и то что я своим детям вот говорю с моими дочерьми общаюсь я всегда говорю девочки читайте читайте книги литературу особенно русскую литературу особенно достоевского особенно наших великих философов это вот такой ну спасательный круг в этом мире безнравственности убийства смерти и апокалипсиса которому мы идем это наша реальность мы не должны ни в коем случае сомневаться в этом это реальность как выжить на человеку который еще выбирает человечность и не убил в себе человека как ему выжить в этой воронке которая закручивается нисходящая знаете у меня было два друга очень близких которых я любил вот один из них это был украинский я уверен вы его знаете журналист публицист историк писатель олесь гузина а второй это итальянский журналист великий итальянский журналист жюри то кьеза вот он меня многому научил принципе я познакомился с ним более 15 лет тому назад и вот в течение 15 лет он мне помог сформироваться как на профессиональном даже уровне когда я занимался телевидением меня в италии на телевидении было несколько моих программ пока мне еще разрешали общаться с общественностью пока не было еще такой жесткой цензуры у нас и он меня всему научил и вот эти два человека они мне дали такой жизненный пример своим поведением и олесь и джульетта чтобы выжить чтобы выжить вот в таком в такой ситуации нужно прежде всего работать над собой и оставаться всегда людьми нет не опускаться до уровня ничтожества не впускать в себя зло не впускать в себя дьяволами пускать себя смерть вот найти время покопаться в своей душе если что-то странно если что-то смутное остановиться задуматься но не можете сами пойдите в церковь пойдите в церковь я человек верующий поэтому я как бы для меня вопрос вот такой я даже здесь в арабе есть знакомый православный священник и мы с ними часто видимся разговариваем общаемся но если кто-то например не верит в бога ну можете обратиться к психологу это конечно не так помогает на духовном уровне но все равно что-то не оставайтесь один на один с вот этим злом которое вас в итоге но все равно вас сожрет потому что я это вижу по людям я это вижу как люди меняются настолько друзей в италии пропала и не только в италии люди которые поддались в этом узлу поддались провокациям почему сейчас у нас так распространена пропаганда и почему пропаганда так входит в умы потому что умы слабые люди слабые вот нам в италии такие мы рассказывали байки я с 2014 года когда уже занимаюсь журналистикой первый год я в италии пытался им объяснять как устроена россия как нужно слушать правильно россию они не умеют слушать вы понимаете в чем проблема вот путин что-то сказал они не понимают что он сказал что он имел ввиду российскую культуру вроде бы любят но не понимают на чем она основана я итальянцы вводил на российский балет вот они даже не знают как читать балет они думают что это просто какие-то танцы наверно какие любую другую культуру нужно прислушиваться нужно никогда не убивать в себе вот этого ребенка который смотрит на мир открытыми широко открытыми глазами любознательный русский человек и это очень видно в наших великих классиках толстой чехов достоевский каждый из них разными способами но всегда об этом говорили русский человек русская душа это душа дитя она остается вот в этом состоянии даже после смерти это всегда ребенок поэтому близок христу поэтому вот такая великая нация поэтому всех объединяют и и я говорю не только русских я считаю русскими украинцев тоже сейчас там часть взбесновалась надо тоже наши братья и сестры это боль это страшно это кровь по сердцу но это мои братья и сестры я не могу украинцев называть чужими плакать хочется судя по реальной статистике не большая часть взбесновалась меньше и вполне просто это все технологии расчеловечивания они конечно крайне эффективны я так вот мысль такая пришла до что интересно что такое выжить интересное ведь дело царство небесное лесу бузине тело убито а человек в нем выжил видимо и и и и и и вряд ли поспорить кто с этим допустит такой ценой а что такое смерть вот как мы разговариваем но для нас христиан смерть это просто переход невозможно убить душу и невозможно убить то духовное строительство которое душа делала при жизни физического тела и которое продолжает делать после смерти но душу убить можно при жизни выбором если можно если постараться если все свои силы принять если всеми своими силами принять в себя дьявола смерть принять в себя все самое ничтожное плохое то конечно вот мы мы видели зачем далеко ходить то что происходит сейчас в европе на западе то что происходит вот сейчас во франции в эти дни как они представили олимпийские игры то есть то что родилось давным давно в греции кстати греция это родина философии это место в котором человеческий разум проявил себя наиболее высшим способом после греции мы уже не проявляли себя так человечество оно начало увидать все что после греческой философии это такое долгое и очень монотонное увядание у нас еще не произошло другого такого великого духовного и морального этического всплеска мы только уничтожали сами себя свою духовность свое наследие и вот если мы посмотрим на олимпийские игры это же был момент когда люди объединялись вокруг а огромные идеи это идея на философском уровне она должна быть всегда вот как зажженная лампочка ее никогда нельзя никоим образом уничтожить эта идея о том что человек должен бороться прежде всего против самого себя в самом себе самом себе мы должны каждый день устраивать борьбу вот у мусульман и их очень против греха до мусульман есть понятие о которых сожалению пропагандисты очень использовали понятие джихад джихад это не священная война как многие рассказывают против неверных джихад это война против самого себя против того плохого что есть в каждом человеке если вы правильно читаете коран я вот занимаюсь сейчас в арабии учел арабский язык и читаю коран и мне очень интересно это очень хорошая база и очень интересно узнать как они видят все эти концепции это наша главная сила то что то о чем говорил христос который кстати у мусульман считается очень уважаемым у них считается пророком и мария мать христа единственная женщина которая по имени названа в коране больше ни одна женщина не названа в коране по имени только мария она у них называется мирия но это мария мать христа это очень огромное уважение и они и христос и христиане мы все об этом говорим если вы пойдете в монастырь куда-то я не знаю с кем-то пообщаться из духовных людей сразу скажут духовная борьба это борьба внутри человека это не в идти на улицу с дубиной кого-то убивать ни в коем случае это работать над самим собой и вот то что произошло западом то что сейчас произошло с этой олимпиадой вы понимаете это ну такие фанфары апокалипсиса там все было там был и золотой теленок которому приносят подношения там и конь апокалипсиса был с всадником то есть сатанисты они уже напрямую вам говорят кто правит балом и в каком направлении сейчас идет запад и западные люди они начинают постепенно просыпаться но вы понимаете очень маленький процент и процесс когда человек приходит в себя и начинает размышлять он очень долгий нужно время всегда мы так устроены мы всегда устроены сложно потому что мы некоторые вещи должны осознать пережить понять время нужно нельзя никогда требовать от людей вот я поэтому с меня много друзей украинцев остались на украине и с некоторыми очень сложные отношения вам честно скажу очень тяжело общаться и я понимаю что им нужно время я знаю что они придут потому что люди не глупые они в итоге вылезут из этой ситуации но нельзя их как сказать гнобить им нужно дать время просто просто оставить их вот наедине с самими собой да кто-то погибнет да кто-то самоуничтожится да не все спасутся но все равно правда восторжествует николай вот глядя на то что как они открывали олимпиаду у франции на когда-то христианская цивилизация цивилизация которую сделала христианство по сути совершила акт наверное это был уже такой финальный акт официального такого ну просто через через язык символизма отказа и просто ликвидации христианства как основы этой цивилизации мы понимаем что вряд ли это можно считать что шло из глубин народа то есть явно это верхушка которая через в том числе эту технологию символического языка там действительно были уже скажем так бывают что символы для умных людей но это уже видно что символы ну совсем для примитивных людей чтобы даже самые уже там люди плохо мыслящие увидели и считали что это не то что плевок в лицо христианам а что-то похуже и там и и и это так покровава как бы кровь на столе а ведь это же штука и тайна вечеря это же момент установления евхаристии то то есть где престол где стол становится престолом и приносится как бы жертва самого христа до человечеству жертва любви и так далее и вот это вот кощунственное надругание произошло в прямом эфире бородатая женщина на четвереньком ползает по этому престолу и много много других символов которые вот так вот это это видно это понятно а вопрос мой такой насколько жива европа насколько точнее жив человек еще в европе сколько там его этого человека осталось способного реагировать возмущению на вот этот сатанинский перформанс сложно ответить на этот вопрос сложно и больно почему потому что европа она очень разная вот у нас часто я слышу и читаю в некоторых анализах геополитических либо в других работах наших русских аналистов и аналистов из других стран вот китайцы тоже они видят западный мир как нечто что-то вот такое целое но мы с вами должны понять одну вещь целостность обществу дает его общее духовное развитие ничто больше а европа и весь западный мир то что мы называем коллективным западом она развивается не на духовных основах вот это вот субстанция геополитическая она развивается на законах экономики то что их объединяет это купил-продал и все а если вы посмотрите я очень много ездил по миру вообще и по европе в частности и я вам могу сказать что там нет никакой никакого духовного обобщения но вот в италии есть католики в германии протестанты посередине там все что попало на севере европы там уже начинают серьезно восстанавливать древние языческие культы я не знаю наверное через какое-то время она начнет и людей в жертву приносить я там был в некоторых ситуациях в норвегии в швеции я вам честно скажу но я такой бакханалия не читал даже в книгах у мережковского вот такие таких описаний таких истинных языческих культов где реально льется кровь люди себя там режут и страшные вещи происходят и это все в европе то есть там на расстоянии каких-то какой-то тысячи километров там на католик бьется ниц и молится богу своим образом вот хотя католическая церковь она очень далеко от бога к сожалению и то что происходит сейчас католическом мире то что происходит с их представителем с папой это конечно просто абсурд я не знаю как вообще многие христиане это понимают вот я с многими итальянцами общаюсь вы знаете многие итальянцы они сейчас принимают православие очень много людей знакомых итальянцев они просто принимают православие почему я вот спрашиваю меня друг значит итальянец после 20 лет раздумий написал мне сообщение кстати не глупый человек профессор римского университета очень серьезно занимается историей написал достаточное количество трудов работ и у него и литературные работы прислали сообщение вот в прошлое воскресенье я как раз был на море рано утром я иду купаться с утру приходит сообщение открываю пишет он мне значит я теперь твой брат во христе вот да его значит похрестили и он взял себе имя даниил православный православной церкви в риме я ему говорю а что случилось почему 20 лет и вот ходил вокруг да около он мне говорит ну видишь я просто понимаю что православие это вот осталось единственное христианство настоящий все что у нас есть это структуры которые были созданы на основе христианство просто чтобы узурпировать власть а вы настоящий вы верите ну вот так вот люди видят но их немного это как бы ну такие случаи случаи редкие а большинство конечно они раздроблены и запад коллективный вот россия русские люди люди которые нас смотрят я очень восхищаюсь российскими людьми за их любознательность за то что они продолжают все-таки смотреть слушать изучать запад например он очень быстро отверг россию вот это русофобия я в университете преподавал в милане у меня коллега знаменит итальянский писатель и преподаватель в университете пауло нори он я считаю но это мое субъективное мнение но его ноги разделяю специалисты самый лучший специалист в италии по достоевскому сон по достоевскому написал серию книг с ним очень интересно разговаривать о нашем великом философе писатель я тоже очень люблю достоевского и пауло нори ему запретили в университете бикокко это один из больших университетов милане запретили просто сняли с с кафедры за то что он преподавал достоевского то есть русофобия она сжирает вот этих людей ну кто-то еще остался кто-то еще пытается вот как то что то делать а наши русские люди они не ненавидят запад они все еще продолжают быть любознательными ничем продолжают верить вот это самый настоящий якорь христианство поэтому мы побеждали и будем побеждать мы не убили в себе любовь мы не убили в себе вот эту любознательность мы не убили в себе ребенка и не должны этого делать мы должны помнить что мы наследники великой культуры мы наследники веры то что третий рим москва об этом сейчас говорят все иностранцы все кто верит в христа они все понимают что вот там осталось последнее россия это последний плод всего христианского мира все остальное это маленькие структуры где-то кто-то пытается выжить ну вот католический мир например это банк это огромный банк я про ватикан написал очень много работ я ими занимался очень много лет если у меня спросите что такое ватикан это межнациональный транс транснациональная банковская система все там вы знаете я всегда вспоминаю одну притчу которую мне рассказал когда я был маленький мне рассказал один монах я очень любил иконы и всегда пытался рисовать вот ну и ходил у нас рядом с городом где я родился был монастырь я вот на велосипеде туда ездил там очень интересная была такая ситуация можно было поработать немножко там внутри а за это тебя чему-то обучали ну и вот я одно лето учился там у одного монаха иконописи просто базом мне было интересно вот как какие базы как читается правильная икона икона это очень удивительная очень удивительный религиозный инструмент потому что это целый мир это как книга и вот этот монах однажды мы разговаривали про христианство однажды он мне рассказал одну притчу мне сказал знаешь один бедный человек один раз пришел в церковь в одну церковь в своем городе ну там было очень много людей и его дьякон отвел в сторону и говорит слушай ты так плохо выглядишь у нас здесь сейчас очень много таких знатных гостей давай вот мы проведем как бы здесь служение а ты подождешь снаружи посидишь а когда закончится мы тебя пустим сделаем служение дадим тебе покушать ну просто чтобы ты не мешался вот с богатыми людьми они хорошо одет и красиво и вот он выходит сидит на ступеньках к нему подсаживается христос христос садится с ним рядом говорит почему ты здесь почему ты не на службе он говорит ты знаешь они меня не пускают он говорит да они меня тоже не пускают вот это случилось с католической церкви они просто не пускают христа это очень сильные сильные образы очень сильные переживания вызывает у меня такие же вы за переживания вызывает в том числе и фраза не спрашиваю по кому звонит колокол да вот такого как всегда звонит по тебе и я вот задаюсь вопросом сейчас можно ли сейчас сегодня обобщить в таком позитивном ключе что вот русская цивилизация еще жива в своей какой-то основной человечной большинстве да или негативно обобщите что вот там западная цивилизация полностью мертва ну очевидно что больше признаков что там уже мертвая потому что все таки трудно себе представить чтобы это было на центральном телевидении где-то такое похоже показано да потому что еще в народе видимо более жива это христианская душа нравственная но процессы меня волнует тенденции тенденции действительно же серьезный вопрос там глядя на соцсети русские российские украинские соцсети русские когда говорю русские наверное это вся цивилизация руси или цивилизация до которая вышла из кстати воскресенье было крещение руси с опознанием поздравляю всех нас тенденции то пугающие волнующие что этот яд проник во все во во всего человека везде что вот это если брать эпоху калиюга вряд ли каким-то особняком стоит наша цивилизацией в этой эпохе и прям такого кристального образа русь святая уже она давно не святая поэтому что если бы она была святая просто бы не допустили чтобы второй афон киев да осквернили вот так вот надругались над ним там выгнали монахов из лавры киевской и тому подобное тенденции пугающие за что нам сейчас держаться за некий оптимизм что мы никогда не были побеждены поэтому стоит и церковь как бы христово врата давая или быть какими-то реалистами смотреть может даже где-то с пессимизмом что яд проник везде и во многих православных храмах нет христа и во многих особенно скажем так церковных структурах официально институциональных тоже его туда не пускают это это считывается чувствуется по просто по тем как бы людям которые как-то я не знаю что это отличает душа видимо отличает верующего служащего по-настоящему священника от церковного чиновника да для которого тоже дела церковные стали отвлекать от христа ну в общем вопрос мой такой обширный но тем не не бояться и занимать алармийскую позицию или надеяться спокойно на вот некую большую сущность под названием наша там восточнославянская христианская цивилизация которая сама по себе сама в себе устоит и всех победит первых наша цивилизация это мы с вами это мы с вами это память о наших предках но что такое память память это что-то реальное что живет благодаря нам потому что если мы не будем помнить это будет просто информация которая где-то потеряется где-то забудется где-то запылится на полках поэтому когда мы говорим о чем-то мы должны понимать что мы в центре всех событий мы не должны никогда перекладывать вот ответственность на что-то на кого-то как у нас в народе говорят да на бога надейся на самый плохой поэтому я думаю что вы совершенно правы у вас очень кстати трезвый трезвая оценка трезвая и широкая оценка то что то что сейчас происходит в мире это всеобщее зло его нельзя локализовать да она более активно динамично распространяется на западе ну для этого есть причины если у вас есть свободные два три четыре часа я вам объясню подробно почему это происходит в общей сложности как я вам уже сказал эта культура купи продай потому что у запада больше нет души они променяли душу они променяли духовные отношения не променяли базу социальную которая должна строиться на отношении чистом духовном между людьми они это променяли на коммерцию у них все складывается к деньгам я куплю ты мне продаж и продать можно все включая детей органы все что угодно и душу это это есть сатанизм поэтому там это все гораздо динамичнее развивается сказать что у нас прямо такой светлый рай но этого не может быть потому что мы живем на земле земля это место грешников и об этом и в евангелии сказано и не только в евангелии об этом во многих работах даже вот в исламе очень много интересно об этом говорится земля это место где человек проходит испытание испытание это все время испытаний и то что мы должны делать это стараться каждый каждый внутри себя не стать вот этим чудовищем ну они разрушили православные святыни больно очень больно я когда смотрел честно я честно говорю вот такое было ощущение что что-то вот внутри меня взяли вырвали кусок души вырвали я там был намоленные места я туда ездил еще ребенка минус да отец возил и но это вы понимаете это наше восприятие это наша обида и это правильно правильно то что мы не рады этому но мы должны понимать что также что это часть войны это часть войны мы сейчас вовлечены в огромную духовную войну это война вообще любая война вы знаете что это такое война это накал страстей что такое страсть это прежде всего слепота люди не видят и понимают вот настолько сильно ненавидят ненависть настолько слепая что готовы убить брата отца сестру и мы это видим не только в украине мы это видели и в югославии мы это видели в преднестровье вот моя родина у меня преднестровье когда было 12 лет я пережил преднестровскую войну я помню как это было там сценарий был точно такой же как сейчас на украине западные политики западные олигархи проплатили местным каким-то националистам понавезли туда разных нацистов разных наемников устроили бойню уничтожили людей страшно было мне было 12 лет я вырос в советском союзе все так было вроде стабильно хорошо и нормально вдруг такой шок но нужно через это перейти нужно это в себе пересмыслить нужно это понять мы сильнее мы сильнее всего потому что мы сильнее смерти смерти не нужно бояться смерть она и для христианина и для мусульмана для любого человека вообще даже вот кто не верит кто говорит я атеист я часто с атеистами спорю очень интересные люди с ними очень интересно спорить они верующие но веры верят в то что бога нет они верят в то что бога нет они уже верующие да они все равно основывают свою позицию на факте существования бога то есть ну даже эти люди даже эти люди они все равно после смерти будут как-то жить они все равно оставляют что-то этому мир и духовность она жива только тогда когда мы поддерживаем на должном уровне нашу нравственность нашу этику и нашу культуру у нас без вот этих важных столпов не будет никогда духовности поэтому вот мне часто у меня часто бывают ситуации когда я например путешествие там до захожу бывает там куда церковь или куда-то вижу но человек не который там служит батюшка или еще кто-то желает оставлять желать лучшего а есть бывает захожу вот видишь он светится человек а было у меня такое я молодости служил в армии горячей точке и вот была ситуация очень такая сложная хорошего товарища моего очень сильно ранил он потом умер в больнице мы убили и вот такая так погано было на душе так тяжело и иду я значит и захожу в мечеть захожу в мечеть ну я христианин он просто зашел в мечеть захожу в мечеть смотрю вроде пусто присел смотрю думаю выходит значит из-за угла человек такой летом и 60 было спрашивает кто вы что я ему объясняю извините я тем более с оружием зашел вот он так посмотрел на меня и говорит что тяжело тебе да я говорю ну да вот такая ситуация все и он мне тогда сказал он говорит вот для меня он говорит я в этой мечети проповедник и для меня христианин который сюда зашел с чистой душой и желанием на самом деле поговорить с богом для меня это более важно тысячи мусульман которые сюда приходят с другими мыслями которые не думают о боге которые приходят только вот потому что им сказали они идут и вот мы сели с ним поговорили вот это не нужно в себе убивать духовность она должна жить всегда в любой ситуации я вам честно скажу я пришел ну пять войн я видел на своем веку мне 44 года пять войн я пережил первое очень страшное это преднестровская это страшно было наверное потому что было первое потом остальные тоже были страшные я понял но вот в самых тяжелых ситуациях самых тяжелых таких ну испытаниях можно сказать что это бог нам дает такие испытания это для нас как извините может быть это будет звучать странно это как подарок для нас свыше мы в эти моменты становимся духовне духовно сильнее и чище и потому что страх страх божий страх войны зло которое вокруг они душу очищают вот от всей этой ежедневной бренности который у нас обычно нас поглощает в мирском когда у вас на ваших глазах застрелили вашего друга с которым вы целый год как брат плечом к плечу в разных ситуациях выживали вам не интересно какого цвета у вас будет машина какая у вас квартира или еще что-то вы об этом не думать вас мирской интересует и что это такое это точно писал достоевский опуститься на дно коснуться дна и зло которое вокруг она не войдет в тебя но она тебя очистит она тебя очистит потому что ты его созерцаешь когда достоевский написал свои записки мертвого дома и когда он рассказывал о том что происходило на каторге это было созерцание зла но душа его преобразилась в чистый кристалл я думаю что вы знаете вот вы правильно поставили вопрос что нам делать пессимистами или оптимистами здесь я думаю что и то и другое является частью процесса созерцания той ситуации в которой мы находимся где-то мы оптимисты где-то нет где-то мы пессимисты ну как можно быть пессимистами оптимистами когда уничтожают людей когда такие ужасы как можно быть пессимистами когда вот как я годы лбом просто бьюсь об вот эту стену цензуры в италии ну я им все и фотографии и я ездил несколько раз на донбасс возил туда делегации итальянцев и помогали там и детям помогали и все видели привозили информацию фильм документальный сняли для итальянцев не пропускает не хотят слушать не хотят демократическая свободная европа нет демократии ни в коем случае нельзя думать что это демократия в европе демократии нет я это с первого дня когда там живу я сразу это понял это все сказки венского леса про демократию у нас в россии я вам это честно говорю серьезного с открытой душой у нас в россии больше демократии чем в той же самой европе у нас ее больше почему люди демократичны у нас люди справедливее у нас важна справедливость а у них правосудие это два раза просто справедливости и в человечности есть место любви а в справедливости не вполне не всегда да это очень сильная вещь особенно про встречу души живой да пусть и в мусульманской среде ровно как и христос не был христианином христианство возникло после до христа но какие-то его поступки какие-то его деяния высказывания и примеры породили целые последователи целую плеяду последователей да которые потом уже назвались христианами и так далее и тому подобное но ведь видимо есть фундаменту у этого явления называется любовь и человечность и когда вспомнить как поступал христос да с этой которую поймали на прелюбодействие закон то есть справедливость правосудие четко говорит побить каме камнями да ну помним сюжет как это все происходит в общем глядя на эту ситуацию и уже прожив какое-то время в арабской стране там что стоит цивилизацией насколько она жива и способна к человечности или она тоже погрязает скажем так в бездне и в дебрях правил религиозной правоты религиозного превосходства над другими ну в своей парадигме да здесь это очень большая проблема то что правила и те 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 информация которые после себя оставил пророк мухаммед это конечно во многих арабских странах очень сильно утрируется очень сильно инструментализуется ну вы знаете что ислам он очень разный есть разные ветви а еще арабский мир он состоит из разных социальных слоев и из разных таких сословий и из разных племен и вот все они каждый сам по себе старается как-то вот слова пророка и его какие-то наставления трактовать особенным образом и на этом создалась огромная структура огромная структура которую ну вот коммунисты когда читают Карла Маркса они не всегда понимают то что он говорил когда он рассказывал о совра структурах вот совра структура это как раз то что случилось с христианством в католичестве и во многих исламских странах с исламом с посланием Мухаммеда когда есть течение ничего не нужно придумывать вам уже все рассказали вы должны просто следовать тому что было сказано так группы людей преследуя свои какие-то личные интересы начинают сверху этого течения строить свои сомер структуры о которых ни Мухаммед ни Христос ничего не знали и даже не подозревали я уверен не были заинтересованы естественно исламский мир в этом плане мир очень многообразно он очень интересный там много очень умных людей и столько же людей тоже много людей которые совершенно далеки от способности ну как-то мыслить они вот живут только наставлениями и они очень легко манипулируются это связано с низкой культурой с низкой с бедностью с низким уровнем социальной жизни и такие люди конечно они очень легко манипулируются им чего угодно можно рассказать они все что угодно сделают но в общей сложности я должен сказать сейчас я вижу что исландский мир он начал меняться в положительную сторону почему во-первых очень важная вещь произошла они осознали что те изменения которые которые они начали привносить свою жизнь под влиянием запада особенно вовлечение всех этих коммерческих начал и в духовные и в религиозные процессы это неправильно и они от этого постепенно отходят я это вижу это постоянно проявляется они очень гордятся своими традициями это правильно то что нужно делать то что любая социальная среда любое человеческое общество оно должно следовать и уважать каким-то общим общепринятым законам и мерам вот у нас например есть наши общие корни мне часто мои друзья мусульмане вот когда я начинаю общаться с ними они говорят Николай ну ты вот так интересно общаешься ты все понимаешь ты знаешь Коран я Коран кстати знаю гораздо лучше чем многие мусульмане могу его цитировать и они мне говорят мы в восхищении почему ты не станешь мусульманином почему ты не придешь к нам в нашу веру а я ему отвечаю я говорю ты понимаешь я являюсь частью другой социальной среды и там в нашей социальной среде вот колонна на которой все стоит это православие православное христианство мне было 7 месяцев меня перевезли из Приднестровья на самолете в Казахстан тогда это была республика советская Казахстан в Павлодар потому что там находился тогда мой дед и по нашим законам самый старый человек в семье он должен присутствовать при крещении ребенка и вот меня крестили мне было 7 месяцев и я никогда не предам мою веру для меня это не просто вера это моя земля это моя сущность это моя база я могу жить хоть на Марсе но я всегда останусь русским человеком христианином православным и меня ничего не изменит почему потому что я понимаю что когда я в себе что-то изменю во мне рухнет весь мир это как у Достоевского было когда Достоевский говорил кто землю свою предает тут Бога своего предает почему потому что земля это не просто место где ты родился это общность это люди это культура это прошлое это твои предки это наша у нас в России например это великая литература наше великое наследие историческое у арабов это тоже великое наследие история их жизнь в пустыне у арабов очень интересный факт вот которому я научился из арабской жизни из их духовности они очень правильно относятся к смерти и это благодаря пустыне вы знаете я часто езжу в пустыню вот не зря Христос ушел в пустыню в самый такой тяжелый момент в своей истории и именно в пустыне он подвергся всем этим искушениям и пророк тоже Махамед он тоже с пустыней очень был связан я это понял когда я начал ездить в пустыню вот когда ты в Аравии едешь в пустыню там в определенный момент появляются знаки дорожные и на этих знаках написано ты пересекаешь территорию за которой тебя ждет смерть если у тебя с собой нет трех литров воды какой-то еды шапочки от солнца и тому подобное и это постоянно это везде они понимают что они живут в мире где смерть вокруг них пустыня убивает два часа под солнцем вот сегодня у нас было 50 градусов жары вот я вышел и у меня здесь внизу под моим домом живет очень интересный человек из Бангладеш я ему получу деньги он мне моет машину вот он хороший человек мы с ним общаемся но он очень бедный я ему стараюсь как-то вот помочь иногда что-то ему там дарю что-то чем-то ему помогаю и мы с ним общаемся о политике он он проучился первый курс в университете он говорит что очень редко но потом у семьи не хватило денег были проблемы и он уехал и вот он кормит семью он здесь находится и мы с ним общаемся я ему говорю Азерат его зовут я ему говорю Азерат вот как ты под солнцем надень шапку а он мне говорит ты видишь Николай Бог тебя сделал с белой кожей и ты боишься солнца потому что смерть тебе приходит через солнце он говорит а вот меня Бог сделал с темной кожей я солнца не боюсь но я боюсь воды говорит если вот я пойду на море я утону я не умею плавать я очень боюсь воды хотя у них там в Бангладеш есть очень много воды ну вот он такой человек очень интересный всегда аспект это смерть не нужно бояться и вот то что мы в нашей православной православной среде должны понимать это то что каждый из нас это маленькая песчинка мы ничего не значим сами по себе я Николай Лилиин ничто полный ноль без всех вас без всех людей которые вокруг которые думают как я которые учились как я в тех же школах которые читали те же книги которые любят тех же авторов которые ходят в те же церкви вместе мы что-то поэтому я считаю что ну сейчас на на Ближнем Востоке происходят очень болезненные ситуации потому что Соединенные Штаты Америки уходят отсюда они уйдут сюда уже пришли Россия и Китай и это надолго Россия очень умно и правильно действует я вам хочу сказать что в России в истории ну не всегда бывает много позитивных каких-то ситуаций которые помогают этой стране процветать нас всегда испытывает нас испытывает время нас испытывает разные стихи разные геополитические ситуации но нам иногда что-то вот дается такое очень сильное и вот то что в России есть Путин это на самом деле это очень очень большая такая фортуна ну о нем можно по-разному говорить его как любого человека можно и критиковать можно и положительное но в геополитике это шахматист вот то что он сейчас делает с ближним востоком я отсюда смотрю я просто ну умиротворяюсь просто как он сумел сейчас подтянуть все вот эти отношения между Ираном Пакистаном Индией как они все выстраивают эти новые коммерческие пути это будет долго может быть я даже не доживу до того чтобы увидеть полную стабильность но это уже происходит это уже процесс и американцы отсюда уходят они не могут так делать потому что Америка это англосаксы англосаксы это война это хищническое отношение к другим странам и полный безоговорочный капитализм то есть у них нет другого пути они по другому не умеют их нельзя за это ненавидеть они как больные люди вот больной человек у меня когда я в школе учился у нас в классе был мальчик он ну не умел общаться с девочками они ему нравились но он не умел к ним никак подойти кроме того как вот ударить что-то сделать больное и ему тоже было больно потому что в итоге он хотел общения а получалось что его ненавидели ну и били потом пацаны тоже мы все его лупили потому что когда он девчонку какую-то тронет он сразу же выгребал грубо говоря так по на дворовом жаргоне сразу моментально его где-то находили и давали ему тумаков вот Америка это вот этот мальчик они по-другому не умеют они у них нет культуры 200 лет живут и 200 лет они воюют что вы хотите что-то может какая там культура посмотрите на их фильмы посмотрите почитайте их книги у них из всей литературы там пять процентов будет более-менее чего-то философского все остальное ужасы страхи кошмары кто-то кого-то загрыз кто-то у кого-то выпил кровь перед этим изнасиловал и и потом еще какую-то сатанинскую ерунду за приплету и война обязательно вот они любят войну чтобы стрельба была чтобы кто-то кого-то захватыв это англосаксы на ближнем востоке потерпели крах уходят отсюда что происходит когда раненый зверь убегает он хвостом все разрушает за собой вот америка сейчас то же самое делает у них хвост на ближнем востоке это израиль к сожалению сионистский режим сионизм это то же самое что нацизм сегодня вот они уничтожают все вокруг стараются устроить войну я надеюсь что хватит мудрости ближневосточным лидерам пока что вроде бы ее хватает чтобы не раздуть эту войну до глобальных масштабов и продолжать вот в этом же духе идти вперед самое главное это дружить с Россией дружить с Китаем дружить с другими странами заниматься нормальным развитием развивать свою духовность развивать отношения и коммерцию развивать конечно коммерческое обязательно должно быть составляющее иначе мир не работает но не самое важное благодарю за интересную глубокую беседу ставим три точки многое откликается многие в моменты потребуют дополнительной проработки уточнения ну мне так идет из этого всего что конечно не надейтесь на сына и на князя человеческие да хоть как бы не хотелось кем-то очароваться но беспроигрышно будет очароваться возделыванием любви в себе такое занятие которое на всю жизнь хватит и не знаю что еще получится ли да поэтому это точно будет беспроигрышно благодарю Николай Лилин писатель публицист журналист сегодня с нами на связи до новых встреч вам друзья благодарю за внимание и пишите ваши комментарии что вам откликается а было очень много чего интересного так что еще раз благодарю за эту интересную беседу Николай спасибо вам всем спасибо большое до новых встреч 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 до новых встреч